МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире Акценты. Это общественно-политический проект телекомпании ОРТ Планета. В студии Виталий Дерябин. Как всегда, мы акцентируем ваше внимание на некоторых событиях, которые требуют более детального рассмотрения. Закрома все пополняются. По данным регионального мини-сельхоза, общий намолот зерна в Оренбурге в конце недели составил порядка 3 миллионов 600 тысяч тонн. Таким образом, прошлогодний валовый сбор уже превышен на 300 тысяч тонн. Причем уборка, хоть и находится в финальной стадии, но полностью еще не завершена. Ее основные события переместились на восток области. Здесь, как известно, озимые не выращивают вследствие климатических особенностей. Потому основная ставка делается на яровые культуры. Прежде всего на пшеницу, в том числе твердых сортов. Восток, как известно, дело тонкое. Еще одна поговорка, где тонко, там и рвется. Здешние аграрии несколько лет к ряду безуспешно рвались хоть каким-нибудь результатом в растеневодстве. Однако, увы, они нередко мало отличались от нулевого. И вот, наконец, удачный сезон, который, впрочем, сразу же вывел проблемы, каких при неурожаях не было. Губернатор Юрий Берг, побывав сразу в четырех районах Восточного Оренбуржья, напомнил местным бизнесменам от сельского хозяйства некоторые прописные истины, следуют которым отнюдь немногие. В Восточной Оренбуржье последнее время погодой было не избаловано. Урожаем тоже. Солнце выжигало посевы, и если выходило центнеров 10 гектара, все очень радовались. А в Светлинском районе бывало и четырех не собирали. Другое дело нынешний сезон. Хлеба уродились по здешним меркам неплохие. Грех жаловаться. Такую фразу губернатор чаще всего слышал от аграриев, у которых теперь другая забота. Зерно есть, а цены на него нет. Ценяет провал полнейший. Я знаю, без урожая не пропали, а с урожаем точно не пропадется. Не пропадает же Иран, который у нас известен главным образом своими нефтепромыслами. Но оказывается, там и хлеба вдоволь. Об этом губернатору рассказал инженер-испытатель Ростсельмаша. Завод недавно обкатывал в Ташлинском районе новый комбайн. А до этого он успел поработать на персидских полях. Комбайнер, ну нейтральный человек, абсолютно. Говорит, вот поле, почва, вообще без слез не взглянешь. Страшно, не знаю, как там на этой глине, камнях, говорит, пшеница растет. 40-70. Секрет иранского благополучия прост. Чем хуже земля, тем больше она требует удобрений. Этого же Юрий Берг постоянно требует от представителей агробизнеса. Ведь цифры, использованные селитры фосфатов, зачастую смехотворные. Так, в Адамовском районе лишь 7% от нормы. В Ясненском побольше, но все равно лишь полкилограмма на гектар посевов. И при всем при этом государственную поддержку все исправно получают. Вот только обратных теплых чувств аграрии очень часто не проявляют. Сокрытие части урожая и занижение его реальных объемов вошло у них в привычку. Я вам всем всегда говорю, ребят, никто не считает ваших денег. Мы помогаем вам и поддерживаем. Так? Ну какой смысл вы занижаете свою уважаю? Ну какой? Государству надо знать о своей продовольственной безопасности. Ничего больше. Неважно обстоят дела и с поголовьем крупного рогатого скота. Оно продолжает идти на спад. Холода уже близко, но далеко не все животноводческие помещения подготовлены к возвращению буренок с летних пастбищ. Их ремонт хозяйства проводить не спешат. Также неспешно местные аграрии закупают новые комбайны, несмотря на то, что их цена с учетом госдотаций и заводских скидок ниже рыночной чуть ли не в половину. Из-за высокой нагрузки на единицу техники уборочная страда затягивается. Губернатор поручил полностью завершить ее до 20 сентября. Соревнования патриотической направленности. 11 сентября в Оренбурге стартует «Зарница по Волге» военно-спортивная игра Привозского федерального округа. «Зарница» проводится уже в пятый раз. В этом году ее небольшой юбилей. Участниками игры станут 14 команд из регионов ПФО. В оргкомитет «Зарницы» поступили заявки от всех команд, среди которых есть и те, которые участвуют в игре уже не в первый раз. Скорее всего, именно они будут в числе лидеров соревнований. И, безусловно, фаворитом номер один являются оренбургцы. Наш регион в третий раз представляет команда «Ровесник» из Затокомаровская. Юбилейная игра пройдет с 11 по 16 сентября. Ее участники, школьники и учащиеся профтехучилищ ведут интенсивную подготовку. Много работы у организаторов мероприятия. Оксана Боричева подробнее о том, что будет необходимо продемонстрировать командам и какое зрелище ожидает болельщиков. Это кадры одной из первых игр «Зарницы». Всесоюзные военно-патриотические соревнования зародились ровно полвека назад. Но и сейчас эти состязания не потеряли своей популярности. До старта очередного масштабного окружного проекта остается всего пару дней. В этом году «Зарница по Олже» проводится в пятый раз. В соревнованиях принимают участие ребята 14 и 15 лет. Программа рассчитана на шесть дней. Открытие игр впервые состоится на базе 117-го авиатранспортного полка. Мы традиционно вводим наших гостей и устраиваем и церемонию возложения цветов от зорничников в нашем парке «Салют Победа». Будем мы там и в этом году. Единственным отличием от предыдущих лет будет то, что мы там будем уже поздно вечером. И у нас там как бы запланирован молодежный флешмоб. Сборные Кировской, Нижегородской, Пентинской и Саратовской областей, а также Республик Татарстан и Удмуртия. За звание «Лучшие» поборются 14 команд со всего Привозского федерального округа. Участникам предстоит пройти серьезные испытания. Все команды приготовили творческую презентацию. Впереди соревнования по строевой, огневой, тактической, туристской подготовке и стафетному плаванию. В день закрытия все участники игр под аккомпанемент военного оркестра пройдут по главной улице Оренбурга. Оренбургская область лидирует несколько лет подряд на военно-патриотических соревнованиях среди Привозского федерального округа. Наша команда занимает только призовые места. В этом году, как и на протяжении последних нескольких лет, Оренбургскую область представляет команда юношеского центра «Ровесник». Ребята уже доказали. Их физическая и интеллектуальная подготовка лучшая в Оренбурге. Впереди упорная борьба на окружном этапе в Зарнице-Положье-2017. Тем временем в Нижнем Новгороде полпредпрезидента в Привозском федеральном округе Михаил Бабич провел урок мужества. Полпред выступал перед воспитанниками Нижегородского кадетского корпуса имени генерала армии Маргелова. Именно по инициативе Бабича в столице ПФО в свое время и было открыто это учебное заведение. В нем обучаются ребята, которые впоследствии становятся кадровыми офицерами воздушно-десантных войск. О том, что такое мужество и патриотизм кадетам рассказывали герои Советского Союза и России. Полпредпрезидент осмотрел реконструированное здание кадетского корпуса. Для обучения и подготовки здесь построен автодром, стадион, воздушно-десантный городок. 84 воспитанника, только что принятые в кадетский корпус, получили свои первые погоны. Их вручил лично Михаил Бабич. Обращаясь к будущим офицерам и их родителям, Полпред отметил, что в этом году завершилось строительство первой очереди кадетского корпуса. В этот год, как мы с вами планировали, у кадет появился новый спальный корпус, физкультурно-оздоровительный комплекс, спортивные объекты, воздушно-десантный комплекс, другие объекты социальной инфраструктуры. И пройдет всего еще лишь год, и мы завершим строительство второй очереди, когда появится учебный корпус, столовая, корпуса дополнительного образования и все, что необходимо для учебы, спорта, досуга и воспитания наших ребят. Кадетский корпус в Нижнем Новгороде стал пятым в проекте Кадетство. В его рамках уже созданы подобные учебные заведения в Татарстане, Башкирии, Пермском крае и Удмуртии. Меньше месяца назад шестой кадетский корпус был заложен в Чебоксарах. День народов Оренбуржья, большой этнокультурный праздник, проходил впервые, но ему предстоит стать традиционным, популярным и массовым, потому как проводился он опять же на свежем воздухе в конце рабочей недели и изначально позиционировался в качестве мероприятия, куда можно прийти всей семьей. Оренбуржцы так и поступили, даже капризы погоды не повлияли на их желание погрузиться в атмосферу праздника. Тем более, что организаторы очень постарались, чтобы первый блин комом не вышел. Получилось. Увы, как говорится, погода внесла свои коррективы. Дождь, который начался в Оренбурге еще утром, а потом завершился в середине дня, здесь к началу праздника все-таки возобновился. Но, как говорится, праздник состоится при любой погоде. Тем более, что впоследствии дождь все-таки сдался окончательно и настроение у тех, кто пришел в национальную деревню, улучшилось. Народные песни сделали общую атмосферу еще более теплой. Очень хотелось бы, чтобы этот праздник был не одноразовым, а чтобы постоянно повторялось каждый год. И думаю, что все мои коллеги, друзья, мы все сделаем для того, чтобы активно участвовать. Область многонациональная, наш район тоже многонациональный, поэтому живем в мире, в дружбе. И хочется посмотреть вообще, как проходит первый праздник такой областной. Ну, естественно, будем пытаться у себя точно такие же мероприятия проводить. В числе гостей праздника мы встретили гостей из Солнечного, там и сегодня хорошая погода, Крыма. Делегация Сакского района приехала и на наш праздник посмотреть, и себя показать. В количестве 22 человек мы привезли свою культуру, чтобы показать оренбургцам, как мы живем, какие у нас традиции, какие у нас народные артисты. Как известно, День народов Оренбуржи организован по распоряжению губернатора. Главные цели – объединение в одно культурное пространство представителей всех народов, знакомство с разнообразными национальными традициями, показ многогранности этнических культур. Для этого в рамках праздника было развернуто более 20 тематических площадок. Здесь угощали блюдами национальной кухни, демонстрировали национальные костюмы и ремесла, посвящали в различные обычаи и обряды. А уж песни на разных языках неслись со всех подворий. Организаторы праздника, еще раз напомню, первого в таких масштабах, считают – начало положено. Теперь дело за тем, чтобы подобные красочные массовые действия проходили не только в Оренбурге. Мы уже сейчас видим, что людям нравится, и что для всех людей это органично и близко. Поэтому я считаю, что этот праздник должен занять место в числе законодательно установленных региональных праздников и памятных дат. И, конечно же, отмечаться на всей территории области, как отмечается у нас, например, такой праздник, как День детства. Всех с праздником, здоровья, успехов. Так здорово, что все мы вместе, неважно какой мы национальности, какой мы профессии, какого возраста. Пройдет и 10 лет, и 20 лет, и это будет продолжаться, потому что сегодня очень много молодежи. Это радует. Очередные выборы, которые приблизились как-то совсем тихо. В это воскресенье, которое объявлено по всей стране единым днем голосования, избирательные участки откроются в том числе и в нашей области. Причем фактически в половине муниципальных образований, среди которых Оренбург и Орск. В отличие от прошлогодней избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы и Законодательного собрания, нынешняя прошла незаметно для большинства избирателей. Это объясняется просто. Во-первых, грядущие выборы самого нижнего муниципального уровня, а во-вторых, они признаны не сформировать, а лишь пополнить ряды муниципальных депутатов, основательно поредившие за два года. В течение этого времени периодически появлялись сообщения, что в таком-то городском или сельском совете добровольно сложил полномочия такой-то народный избранник, не потянул депутатской работы или здоровье подвело. Еще чаще депутаты отстранялись за неправильно указанные сведения об имуществе. В общем, в их полку изрядно убыло. Оказавшиеся вакантными места по закону необходимо заполнять. Желающих это сделать оказалось достаточно много, заявил в интервью акцентом председатель облсберкома. Александр Юрьевич, вот между двумя выборными кампанией, прошедшей в прошлом году, осенью по выборам и в законодательное собрание, и по выборам депутатов Государственной Думы, и, самое главное, будущими выборами 2018 года, президентскими выборами, как мне кажется, наслало некое такое затишье выборное. Но, тем не менее, оно все-таки нарушается. Нарушается она выборами, которые у нас грядут в ближайшее воскресенье. Что это за выборы? Кого будем выбирать? Где? В единый день голосования сейчас будут проводиться в основном дополнительные выборы депутатов в муниципальных образованиях Оренбургской области. Всего 18 муниципальных образований задействовано в выборах. 25 избирательных кампаний проводятся. На каждое депутатское место претендует 4 кандидата в среднем. Горожане будут избирать двух депутатов городского совета по двум округам. Это в Дзержинском и в Ленинском районах. Если говорить о городе Орске, то там замещается 5 депутатских мандатов. Одни выборы – это выборы главы Горного сельсовета Оренбургского района. Александр Юрьевич, в последнее время муниципальный уровень выборов, прямо скажем, не радует нас высокой явкой избирателей. Какие прогнозы есть на эти выборы? И, может быть, что делает обл. избирком для повышения этой явки? Если говорить о явке избирателей, то здесь, конечно же, основная ответственность ложится на избирательные комиссии. Но не исключаю ответственность и политических партий, и самих кандидатов. Конечно, надо работать с избирателями для того, чтобы они знали о том, что проводятся выборы. Они знали о том, какие кандидаты у нас выдвигаются, какие программы предлагают. Ведь муниципальные выборы – это важные выборы для каждого жителя Оренбургской области. Это, прежде всего, они приближены к каждому избирателю. Ну, как принято говорить, муниципальная власть – самая близкая к народу. Да, да, именно так. Есть ли какие-либо новшества, которые вступают в силу в избирательном законодательстве именно с этих выборов? Что новое? Так называемые QR-коды. Это означает, что каждый протокол участковой избирательной комиссии будет вводиться в программу, в специальную программу. Здесь исключается, во-первых, ошибка при составлении протокола. Это означает, что не будет повторного ввода протоколов. Это означает, что введение протокола в ГАЗ-выбор будет осуществляться в таком ускоренном режиме. И система ГАЗ-выбора будет получать данные о результатах выборов одномоментно, единовременно. Ну, то есть, таким образом исключается мало того, что ошибки при возможном подсчете голосов, ну, и, с другой стороны, как бы желание злоупотребления какие-то провести. Скажем так, обыкновенная человеческая ошибка исключается, потому что программа выдаст сразу ошибку, покажет эту ошибку членам комиссии. Ну, и, конечно, самое главное, при введении протокола в систему ГАЗ-выборов, это будет осуществляться автоматически информационной системой, и что исключит ошибку при введении данных протокола в систему ГАЗ-выбора. Юбилейная дата для тех, кто расследует самые сложные уголовные дела. Следственный комитет России отмечает десятилетие с момента образования. Произошло это в сентябре 2007 года, когда его выделили в отдельную структуру в составе прокуратуры. Позже комитет оформился как полностью самостоятельное правоохранительное ведомство. Введение СК расследований тяжких и особо тяжких преступлений, как против личности, так и против государства. В Оренбурге этим занимается 270 человек. Таков общий штат регионального следственного управления Следственного комитета. Торжества по случаю круглой даты прошли в минувший четверг в областном драматическом театре. Я считаю, что человеку должно быть свыше, чтобы работать следователем. Вот, скажем, один человек может писать стихи, другой может музыку, а третий может только проводить следственные действия. С самого детства он мечтал об этой профессии, которой посвятил больше трех десятков лет. Кувандык, Светлый, Бугруслан, Николай Светлов работал следователем в разных городах. А выйдя в отставку, возглавил Совет ветеранов. Следствие, конечно, со временем меняется. Почему оно будет меняться? Потому что, вы знаете, преступления тоже меняются. Преступники применяют всякие изощренные методы. Поэтому следствие совершенно меняется. У нас криминалистика сейчас очень грамотная. На торжественном собрании вспомнили историю. Еще при Петре Первом были заложены основы следствия. Так называемые майорские канцелярии расследовали наиболее опасные деяния. В том числе преступления коррупционной направленности, совершаемые высокопоставленными лицами. И даже спустя три столетия борьба со взяточничеством, использованием служебного положения в корыстных целях, по-прежнему одна из главных задач следственных органов. Перед законом равны все и рядовые, и министры. 787 тяжких преступлений раскрыли оренбургские следователи, а 18 тысяч возбудили за 10-летний период, как Следственный комитет стал самостоятельной структурой, выйдя из состава прокуратуры. И за это время ведомство крепко встало на ноги, имеет надежную базу, как криминалистическую, так и техническую, а самое главное – надежный и профессиональный кадровый состав. На праздничном мероприятии были награждены лучшие следователи-криминалисты со всей области. Они понимают, их работа, порой круглосуточная, опасная, с частыми командировками, необходима для защиты прав и интересов простых людей и всего государства. Ведь следственные органы всегда были и есть в авангарде борьбы с преступностью. Среди отмеченных ведомственными наградами – полковник юстиции Дмитрий Ибраев. Он, можно сказать, дважды следователь-вожняк. Не просто расследует особо важные уголовные дела, а возглавляет коллег, объединенных во второй отдел следственного управления по расследованию таких дел. Отдел второй по нумерации, но по значимости, как правило, на первых ролях, так как расследуются здесь крупные экономические преступления и коррупция. По служенному списке молодого еще следователя немало дел, фигурантами которых являлись люди с весьма известными фамилиями. В итоге расследование этих дел им, несмотря на занимаемые должности, пришлось, во-первых, покинуть удобные кресла в персональных кабинетах, а во-вторых, сменить прописку в коттеджах и элитных квартирах на места, куда менее комфортабельные. Идешь по коридорам следственного управления и невольно испытываешь душевный трепет. Полная тишина, таблички на дверях, внушающие уважение. Второй отдел по расследованию особо важных дел. А вот кабинет его начальника, который оказывается человеком молодым, отнюдь не суровым, а очень даже приветливым. Вопрос, похожи ли на настоящие будни следователя на те, что показывают в телесериалах, встречают улыбкой. Я думаю, что если снимать реальную работу следователя, это будет как бы очень скучный для зрителя фильм. Дмитрий Ибраев – важняк в квадрате. Под его началом трудятся следователи, ведущие уголовные дела по коррупции, экономическим и налоговым преступлениям. Дела весомые, фигуранты тоже. Среди них бывший зампред Заксобрания САЛО, экс-глава Переволодского района Виноградов, спортивный министр Федоров, опять же в прошедшем времени. Другой экс-начальник областного спорта Пивунов тоже долго на посту не продержался и угодил под следствие. У серьезных людей серьезные связи и возможности повлиять на свою судьбу. Мы привыкли к давлению, которое оказывается в том числе и на следствии, в том числе и за счет авторитета определенных личностей. Мы всегда к этому готовы, поэтому здесь главное иметь трезвую голову, холодный ум и, естественно, без эмоций. Следователи вообще скупо делятся подробностями расследования тех или иных громких дел. Действовали по закону – таков обычный ответ. А вот на вопрос, как оказались в профессии, отвечают более охотно. Дмитрий Ибраев выбрал в качестве дальнейшего жизненного пути юриспруденцию, еще будучи старшеклассником. Школа окончила серебряной медалью, поэтому без экзаменов поступил в юридический факультет Оренбургского государственного университета, который окончил в 2001 году. Уже в институте возникло желание работать следователем. После юрфака в Оренбургской прокуратуре, потом в областной. Уже там в 2007 году сразу откликнулся на предложение перейти в новую структуру – Следственный комитет, который на первых порах не имел ни достаточных штатов, ни техники, ни оборудования. Это уже потом появилось это здание на Уральской набережной, в котором следователям созданы все условия для работы. Ее, кстати, более чем достаточно. Нагрузка на одного сотрудника – 25-30 дел. Потому прогулки во внутреннем дворе случаются нечасто, хотя порой именно они помогают привести в порядок мысли. Мы периодически это делаем, позволяем себе это сделать. Да, бывают прогулки, но не такие частые, не такие продолжительные, как хотелось бы. Сегодня Дмитрий Ибраев среди участников торжеств к десятилетию Следственного комитета. А уже завтра он вновь на службе с 8 утра до 8 вечера. Таков обычный рабочий день служителей закона. В преддверии юбилея интервью акцентом дал Сергей Колотов, который с момента образования бессменно возглавляет региональное следственное управление Следственного комитета России. Человек он очень известный в кругах правоохранителей, но не слишком публичный. Следствие любит тишину. Так он объясняет причину своего нечастого появления на телеэкранах. Впрочем, для нашей программы сделаны исключения. Как все начиналось и каким является областное следственное управление сегодня, такова главная тема нашей беседы. Сергей Федорович, вот уже 10 лет прошло, как появилась новая тогда правоохранительная структура Следственного комитета и в составе Следственного комитета наше региональное следственное управление. Как вы оцениваете эти прошедшие годы? В общем, с чего приходилось начинать в 2007 году и к чему вы пришли, собственно, сейчас? Да здесь как будто было все вчера. 2007 год, создание рабочей группы по формированию структуры Следственного управления по Оренбургской области. Кандидатуру определял прокурор субъекта. По кандидатуре остановились, как понятно, уже на мне. И весь 2007 год мы практически финансировали за счет прокуратуры субъекта. У нас даже юридического счета своего не было. Были определенные трудности, даже вот до мелочей и в констоварах. Транспорта не было. Нам передали одну машину из прокуратуры. Ну, это и понятно, потому что решение, в общем-то, ну, не то, что внезапно было принято, но не готово было еще государству так вот раз и ведомству передать, и автопарк целиком. Благо, что 110 человек практически сразу перешли в Следственное управление из прокуратуры. Это следователи и криминалисты. И только в 2008 году, когда пошел транспорт, техническое обслуживание, криминалистическое оборудование, но мы на тот момент уже дислоцировались в помещениях практически, ну, в своих, где в аренде было, где в оперативном управлении, где-то пять помещений по городу было раздислоцировано. И там, безусловно, в дальнейшем стал вопрос, нужно было свое здание. И то здание, где мы сейчас находимся, оно было построено в 2012 году. Сегодня коллектив трудится в хороших условиях, что, соответственно, накладывает определенную ответственность на сотрудников Следственного управления. Вот борьба с коррупцией – это самая актуальная тема в обществе за все последние годы. В работе Следственного комитета это тем более. Какое внимание уделяется этому направлению, какие достигнуты конкретные результаты, ну, и, собственно говоря, кто оказался в тех местах, в которых мы должны были оказаться? Все фигуранты данных преступлений, они всегда на слуху в средствах массовой информации. Конкретизировать не хотелось бы сегодня, потому что их немалое количество. Просто сделаю акцент, что это, начиная, в общем-то, от рядового врача, учителя в сельской местности, заканчивая министрами. Мы выполняем, безусловно, волю президента, как он ориентирует нас работать, ну, и, безусловно, наш руководитель Центрального аппарата Следственного комитета России. Сегодня все больше актуальности набирает и противодействие налоговым преступлениям в силу известных причин. Исполнение бюджета сейчас весьма напряженное, поэтому каждый рубль у нас на счету государственный. Что с Следственным управлением делается в этом направлении, какие выявляются нарушения? Материалы поступают нам с налоговой службы, также поступают из прокуратуры, с управления внутренних дел по области. Наша задача оценить наличие состава преступления в том или ином материале и принять решение, либо возбудить уголовное дело, либо отказать возбуждение уголовного дела. Но есть на сегодняшний день изменения в законодательстве, если тот или иной предприниматель, бизнесмен возмещает казне ущерб, платит налоги, мы вправе в качестве, в ходе расследования, вернее, уголовного дела прекратить данное уголовное дело, не направляя его в суд. Вот такие же изменения ожидаются по преступлениям по невыплате заработной платы. Потому что, как только возбуждается уголовное дело, зачастую у дирекции появляется возможность погасить эту плату. И мы все лицезрели, это прекрасная средствах информации, когда к президенту обращались по той или иной ситуации, быстро находились деньги и возмещали зарплату труженикам того или иного предприятия. Потому что самое главное, чтобы усторжествовала справедливость, я полагаю. — Десять лет прошло, это уже такая достаточно солидная история Следственного комитета. Что впереди, какие направления вы ожидаете, что появятся в будущем? — Традиционно, безусловно, останутся те же направления, по которым мы работаем. Это расследование тяжких, особо тяжких преступлений. Возможно, законодатель придет к тому, что еще определенные категории преступлений с тех или иных органов, с УМВД, допустим, у нас следствие-то осталось сегодня в ФСБ, в УМВД. Определят нам определенную категорию уголовных дел. Будем расследовать и их. Теплые дни хоть и длились больше обычного, но, увы, они позади. И вместе с ними становится история очередной сезон акции «Лето в парке». Напомним, что в этом году он был третьим по счету и собирал на концертных площадках под открытым небом сотни оренбургцев. Идея регионального министерства культуры проводить различные творческие мероприятия на свежем воздухе находит все больше отклик. Почему, расскажет моя коллега Алина Волохова. От фольклора до классических произведений здесь целая палитра жизни и творчества Оренбуржья. Заключительный вечер акции «Лето в парке» собрал артистов со всей области. «Лето в парке» – проект региональный. Традиционные пятничные концерты проходят в 36 районах нашей области. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Для сотен оренбуржских коллективов «Лето в парке» – это шанс проявить себя и увидеть, чем живут соседи. Люди приходили в любую погоду, смотрели, аплодировали своим любимым артистам, просто общались. Просто были на открытом воздухе. Приходили в любимые парки, приводили детей, приводили близких, друзей. А вообще уличная и парковая культура – это замечательное явление в нашей жизни. И мне отрадно, что в Оренбургской области она возрождается в первую очередь благодаря проекту «Лето в парке». Заключительный концерт – время подводить итоги. Профильное министерство наградило лидеров акции. Это Будулукский район, Гайский городской округ и город Орск. Три муниципалитета получили по 50 тысяч рублей. «Лето в парке» стартовало в 2015-м. Тогда акция собрала более 7 тысяч гостей. С каждым годом проект набирает обороты. В 2016-м зрителей стало почти в три раза больше. А этот сезон побил все рекорды – более 52 тысяч человек. Такие акценты мы расставили для вас на этой неделе. До встречи в следующую субботу и всего вам самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова